Приветствую, друзья! Зачем человеку вторая доминанта? Вообще сколько доминанта у человека? Мы все слышали, читали, что есть доминанта. Ухтамский писал о доминанте и говорил, что если человек научится управлять доминантой, так получается, что управлять судьбой научается. Так вот про доминанту. Я когда заезжал диссертацию медицинскую в Центре авиационно-космической и морской медицины, там, значит, мне задали вопрос, одна профессора задала вопрос, когда я говорил о доминантах и прочее, она говорит, что такое доминанта? Ну, такой вопрос, когда ты должен отвечать, что ты компетентно думаешь, понимаете? Я сразу сказал, что это вектор внутримозговых отношений. Про еще можно было сказать с точки зрения физиологии, это там очаг коркового возбуждения, который гасит все остальные очаги и тем самым и распространяет свое влияние на все структуры и так далее. И в моей новой модели работы мозга есть состояние бодрствования, когда одновременно много доминанта, ну, по крайней мере, пара. И поэтому человек, его организм свободен от их влияния, потому что каждый из них конкурирует между собой, гасит свое влияние на течение процессов в организме. А если одна только доминанта, это стрессовое состояние. А любой стресс, это транс. То есть, одна доминанта, это трансовое состояние. То есть, один вектор внутримозговых отношений. И поэтому каждый следующий момент, каждое следующее мгновение, а только одна доминанта, представляете, вы ни о чем уже думать не можете, потому что вы полностью охвачены влиянием этой доминанта и на психическом, и физиологическом уровне. И все системы подстраиваются под эту доминанту. Интересно, правда же? Вот таким образом, кто не знает, посмотрите у меня в сайте стрессу новой модели работы мозга, там о методе ключ. Да, и вообще в книгах я об этом пишу. О новой модели работы мозга уже много лет пишу, что в обычном состоянии множество конкурирующих доминанта, а в трансе одна доминанта. Стресс это транс, потому что одна доминанта. И влюбленность. Влюбился, и у тебя одна доминанта. Да, ничего не слышишь, не видишь, все окрашено божественным светом, и все решения принимает она за тебя. Поэтому, как говорится, чувству не прикажешь. Ну как делать, как быть? Какая-то, может быть, критика. Так вот, для чего нужна вторая доминанта. Чтобы из транса выходить, я не о любви сейчас говорю, я вообще говорю. Может быть, это стресс, может быть, это любовь, может быть, это несчастная любовь, может быть, это сильное беспокойство о чем-то. Да, вот как раз-таки мы сейчас вебинар будем делать с Валентиной Дарзиной Киселевой. Там посмотрите под роликом приглашение, как туда войти на вебинар. Там под роликом. И в этом вебинаре Валентина Эдуардовна будет говорить о том, как сохранить себя вообще-то перед Новым годом и вообще после Нового года, я так понимаю. И психологической стороны, то есть техники будет свои давать, и советы свои будет давать. А я тоже буду давать и техники, и советы. Ну вот интересное дело. У нас как раз вот по формуле Маслова, вот эта пирамида Маслова с Денисом у нас вышел сейчас видеоматериал. Если кто не видел, посмотрите. Надо набрать в гостях у стресса. И в гугле первым номером выскакивает. В гостях у стресса. Да. И сейчас мы планируем еще поговорить с Дмитрием Анатольевичем Смысловым. Договариваемся сейчас о том, чтобы вы посмотрели представление очень компетентного, глубокого специалиста. Что значит, какие ресурсы надо иметь в момент, когда надо принимать решения важные и так далее. Ну это очень все важно, друзья. А диссертацию я защищал по теме, значит, научно-теоретическое обоснование метода крыши для антистрессовой подготовки. Вот антистрессовая подготовка, это не просто снять стресс, это как раз как подготовить себя, свои внутренние ресурсы к стрессовым событиям, к стрессовым ситуациям. Я сейчас не Новый год имею в виду, потому что Новый год тоже волнительная ситуация. Ну, к каким-то серьезным ситуациям. И вообще-то она была у меня для лицепасных профессий. Ну, потом мы использовали эти все приемы уже и для спортсменов олимпийских, и для подготовки любых важных выступлений, соревнований и так далее. Почему я об этом говорю? Потому что вот, например, живопись. Я занимаюсь живописью, люблю живопись. И вот видите, у меня звезды, я в прошлый раз говорил, если звезды зажигают, зажигают, значит, они кому-то нужны. Вот она звезды зажигает, там космос такой со звездами. Маяковский говорил такое, да. Так вот, видите, вы представляете себе ситуацию? Звезды, доминанты, выбор решений, когда нужны две доминанты или три доминанты. И вот почему нам вебинар этот нужен? Потому что на самом деле, когда мы попадаем в какую-то стрессовую ситуацию, даже тот самый Новый год, волнуешься, хлопочешь, и все мысли разлетаются. Вроде бы месяц назад ты нормально соображал обо всём. И вот день ответственного события приближается, и начинается суета мыслей, вот вспенивается, как море начинает бурлить. И мысли растекаются, и не знаешь, что делать. Только был в спокойном состоянии, всё ясно себе представлял, знал, кому позвонить, кому то что сделать, кого как поздравить, не забыть. Особенно женщины умеют соблюдать этот порядок, чтобы мы, мужчины, как говорится, сохранились. Так вот, чтобы привести себя в порядок, чтобы восстановить свою гармонию внутреннюю, чтобы включить те внутренние силы, которые нужны для решения важных вопросов, чтобы я вам хорошо соображал. Для всего этого и нужен этот вебинар. Для всего этого и нужны вот эти вот, чтобы вы посмотрели и всегда смотрели, пожалуйста. Не забывайте, именно в описании под роликом. Потому что мне много людей спрашивают, каждый раз новичок заходит, он ещё не в курсе дела, что у нас есть целебный ролик, точка, помоги себе сам, точка. Если найдёте там в Ютубе, целебный ролик, точка, помоги себе сам. По определенным ритме я даю информацию, с помощью которой человек, который находится в сути сильных переживаний, в этой доминанте, мог снять у себя эту доминанту, чтобы появилась другая доминанта, чтобы он наконец вспомнил свои другие потребности, чтобы они всплыли, вспомнил, вот, например, и научился, мы же ещё и перезагрузкой занимаемся, чтобы человек разгрузился, во-первых, во-вторых, чтобы он мог загрузиться в этот момент. Это тоже будет на вебинаре, не забудьте, пожалуйста, в зуме задать вопрос. Потому что если вы не зададите вопрос, мы будем вести вебинар, и не будем знать, что вас это интересует. Задайте вопрос, как делать перезагрузку, чтобы каждый раз, сталкиваясь со стрессом, ваш мозг реагировал не страхом, паникой, напряжением, когда вы теряете мысли, не стрессом, а вы могли бы использовать энергию страха, энергию стресса на решение своих вопросов. И потом убедились много раз в жизни, что теперь вы лучше соображаете в трудных ситуациях. Вот видите, как я связываю диссертацию свою, на которой работала живопись сейчас. Почему? Потому что картина у меня не получалась, не получалась, не получалась. И вот я испытал стресс по причине, что зум никак оплатить не можем, потому что русскими рублями не оплачивается зум. Да. Но, наконец, там сообразили, как это сделать, и вот сейчас жду результата. И вот вопрос заключается в том, что когда начал волноваться, я вот эту энергию напряжения, энергию волнения, энергию стресса использовал, чтобы картина написать. То есть у меня в голове была доминанта, как зум оплатить, у меня был стресс, и мне в этот момент, в этот момент удалось перенаправить энергию напряжения, энергию страха. Вдруг не получится зум, как же мы с вами будем общаться, я же вдруг тогда вас подведу, друзья, вы же будете в 20 часов ждать нас, Киселёвый, 27 числа. И этот зум, и у меня напряжение, и вот доминанты, я всё забыл, что делать, как делать, вот я беру, после загрузки, и вас там научу. Перезагрузку, в этот момент, когда столкнулся со стрессом, запомните, друзья, можно, оказывается, как в Айкидо, перекинуть эту мощнейшую энергию стресса, на решение ранее трудных задач, которые вы никак не могли решить, я не мог дорисовать эту картину, и в этот момент, когда у меня был стресс про этот зум, я вспомнил сразу, что у меня картина недорисована, и у меня энергия пошла туда, вот поэтому человек, который беспокоится о других людях, более здоровый бывает, чем тот, который боится только о себе. Это закон природы, почему мы социальные существа. К тому много примеров. Так вот, у меня было беспокойство о вас, о картине, чтобы вам еще показать. Да, и в этот момент энергия стресса пошла туда, потому что у меня возникла вторая доминанта, а не только та, которая была. Я вышел из того странца, из этого страха, из беспокойства, что у меня ничего не получится. Я вышел и дорисовал картину. Видите, какая прелесть. Всем нравится. Да, всем нравится. Кто никому не нравится, пишите, пожалуйста, включим коллективный разум и все вместе поправим, чего там не так. Может, чего-то там не так. Пишите в комментах. Ставьте лайки, потому что, когда вы пишите комменты, делаете лайки, вы подвигаете наш канал, нашу школу, человек будущего, хомо футурус, это многим очень нужно во всех странах мира, смотрят наш канал и пользуются при этом. Я откуда это знаю? Вы комменты почитайте. Вы комменты почитайте. И еще, личка же у меня есть, да, и еще, у меня же там участники нашей школы пишут свои приемы, той же школы, человек будущего, хомо футурус. А это наш значок, запомните его. Звезды над нами и космос внутри нас. А здесь вот как раз таки, белые стороны, черные дыры страха. Это заставь стресс работать на себя. Таким образом, вот что такое доминанта. Вектор внутри мозговых отношений, когда вы в трассе, независимо от того, страх это, любовь это, или какая-то забота о чем-то, когда одна одна, ты ничего не видишь, ничего не слышишь, кроме этого. А если ты имеешь еще вторую доминанту, ты уже более разумен, и ты можешь эту энергию стресса направить на нужные тебе вопросы, как стресс-трамплин. Друзья, этот вебинар с Киселевым, который мы будем сейчас проводить, повторяю, 27 числа, декабря, вот сейчас, 20 часов, там посмотрите под роликом в описании, там приглашение входа, там будем делать перезагрузку, чтобы с этого дня, кто не знает, освоил методику использования энергии страха, энергии стресса в желаемом для себя направлении, чего во всем мировом интернете нету. Только в нашей школе, и поэтому наша школа называется Человек будущего. К вам, Афатурс. До встречи, друзья.